всем привет сегодня 23 мая мы находимся в москве на ленинградском вокзале приехали мы в москву чтобы немножко развиться погулять приехали на два дня сегодня вечером мы идем на концерт группы grand courage юбилейный а завтра будем с вами болтаться по городу целый день сейчас мы спускаемся в метро станция метро комсомольская и едем заселяться в наш постел который находится на станции метро багратионовская метро я снимать не буду встретимся с вами уже когда мы доедем до багратионовской единой проездной на сутки мы приобретать сегодня тоже не будем обычные жетончики купим или как это в москве называется доедем и все по городу сегодня гулять уже не пойдем но время проведем все равно классно уже вышли из метро идем в сторону нашего постела погода сегодня неплохая достаточно тепло если бы не сильный ветер то было бы даже наверное жарко но можно видеть что небо вот там уже такое темное сегодня нам обещали дождь да надеюсь он будет не очень сильный и не очень долгий отсюда чуть-чуть видно москву сити посмотрите какие красивые дома интересно такое место поближе бы подойти до посмотреть с набережной но у нас сегодня не получится вы видели да там тучки впереди тучка мы сейчас кстати проходим мимо горбушки вообще это достаточно известное такое знаковое место по крайней мере мне всегда так помнилось что горбушка это место где можно купить все что угодно да и даже шевчук упоминал это место в одной из своих песен но я почему-то думала что горбушка это рынок обычный рынок типа наши юмоны или чего-нибудь похожего но здесь вот такой огромный торговый центр как-то не совсем то что я представляла но поскольку я не знаю как это на самом деле выглядело возможно так оно и должно выглядеть кстати клуб который мы сегодня вечером пойдем тоже находится на этой стороне где-то вот чуть подальше прошлом году мы уже были на концерте группы grand courage в москве была презентация нового альбома это было в марте и так получилось что мы до конца концерта к сожалению остаться не смогли концерт затянулся а у нас поезд и в общем за полчаса до окончания нам пришлось уходить в этот раз я решила что нет никаких ночных поездов я останусь на ночь в москве поэтому я забронировала хостел на букинге бронировала не помню как он называется ну да неважно придем когда мы к месту нашего проживания я вам конечно все более подробно расскажу стоимость это меньше двух тысяч рублей за ночь надеюсь условия будут более-менее правда там удобство не в номере а на этаже да и кажется я уже заблудилась ладно 2 гис нам в помощь мы уже заселились за номер мы отдали 1880 рублей это со скидкой от букинга я там какой-то уровень женю смею поэтому мне дали скидку 15 процентов так этот хостел подороже стоит номер у нас называется семейный здесь как вы видите есть такая вот кровать она раздвигается также двухъярусная что еще шкаф крючочки но все простенько знаете такая спартанская сказала обстановка полотенце зеркало в общем то и все сейчас вещи разложим на ключ я так поняла эти номера не закрываются но там есть что-то типа сейфа но вдруг там планшет убрать еще что-то нам понадобится и здесь есть небольшая кухня можно заварить себе какую-то еду можно разогреть что-то в микроволновке в целом жить можно да мы на первом этаже находимся вот там кстати какая-то детская площадка и где-то там недалеко пятерочка куда мы сегодня зайдем такой тихий я полагаю райончик сейчас вещи разложим приведем себя в порядок и наверное будем пить чай или сначала пить чай потом порядок приводить ну ладно это не важно здесь есть небольшое зеркало можете посмотреть на меня в таком виде я собираюсь сейчас на прогулку нам нужно сходить в магазин и покушать на концерт я пойду в другой одежде естественно вам я тоже покажу сколько сейчас 14 15 у нас есть часа два наверное да чтобы успеть все сделать потом нужно возвращаться на улицу такое ощущение что поздний вечер там очень темно наверное сейчас ливанин дождь ну а мы под самый дождь и пойдем как обычно в общем-то ничего нового да так что мы пошли вот такая вот погода потрясающе правда мы сейчас хотим выйти на улицу василисы кожаной и пойти в сторону улицы барклая кстати наш хостел находится на улице василиса кожаной дом 14 корпус 1 вход со двора как тебе хостел пока что никак не смело оценить все его достоинства но номер там есть в номере есть кровать хотя меня немножко напрягает что номер не закрывается да и другой стороны брать вас конечно нечего но чисто психологически это чувствую себя несколько некомфортно да вот такую погоду будем гулять слава богу недалеко и большую часть времени все равно будем находиться под крышей так что ничего страшного дождя не получилось снять как мы сюда шли очень интересная дорога на самом деле вот мы пришли к барклай плаза если я правильно произношу название и впереди вот столовая называется она тарелка сейчас поищем в нее вход и надеюсь что нам получится там пообедать вроде бы там недорого у нас возникло подозрение что это столовая находится непосредственно в самом бизнес-центре я думала там с торца где надпись но нет я бы не сказала что здесь очень низкие цены все-таки это столовая находится в бизнес-центре это вполне жилого объяснимо десерты здесь очень дорогие ну кое-что мы все-таки взяли я взяла гречу она стоит 40 рублей и куриная фрикассе за 110 также салат из корейской морковки 50 рублей так у тебя что пюре картофельная на 50 рублей куриная курица простите запеченное с яйцом 115 ну в общем то и все еще два чая кусочек хлеба вот это мой чек 245 ну что можно сказать об этой столовой то что мы ели было съедобно да и в принципе нормально знаете с голодухи потянет но второй раз осознанно я бы сюда не пошла может поискала бы что-то другое пусть подороже но все-таки другое что мы сюда больше не придем и рекомендовать это место наверное все таки мы бы не стали но если других вариантов нет то да это в любом случае полезнее чем еда в макдональдсе кэфси в том же самом ну вы смотрите конечно сами я сюда точно больше не пойду мы решили заодно поискать здание клуба который сегодня вечером пойдем чтобы сразу прийти не плутать вот здесь улица барклая 6 строение 3 а рядом барклая 6 строение 2 клуб театр давайте посмотрим где здесь вход как туда попасть и где это вообще походили мы вдоль этого забора какого-то явного входа мы не нашли зашли в соседнее здание там есть проходная из водич пишет что через эту проходную можно попасть на территорию здание которое за этой стеной но охранник сказал что нет то прохи нужно будет через ворота ворота вот зеленые а я может уже сразу можно войти посмотрите они что открыты буква т а звони да да в общем вот ты театр зеленые ворота честно говоря мы немножко не в теме да как туда попасть может можно заранее будет прийти может нельзя в общем все очень туманно но я надеюсь что когда мы сюда придем здесь уже не будет очереди из тысячи человек была еще попасть на концерт давайте кстати посмотрим что у нас тут вот вот видите впереди черная дверь и буква т на вероятно нам туда ну ладно зрители запускают все концерт начинается 8 чтобы не стоять в конце зала прийти сюда нужно пораньше я думаю мы сюда к 6 явимся будем как дурачки куковать около этих зеленых ворота вот такие у нас до планы на сегодняшний вечер сколько сейчас времени 1525 да мы сейчас возвращаемся обратно в сторону нашего хостела там соседнем доме есть пятерочка нужно будет зайти купить что-нибудь на ужин поскольку в хостеле есть микроволновка есть холодильник то можно купить что-то посущественнее не просто какие-то бомж пакеты ну ладно это мы уже посмотрим когда придем в пятерочку холодильник там кстати забит до отвала просто я не знаю будет ли место для моего например какого-то йогурта людей много в хостеле в основном естественно молодежь и бичонки какие-то там я видела чтобы попасть на улицу василисы кожаной сначала нужно подняться по такой лестнице потом перейти дорогу и точно по такой же лестнице спуститься на так что путь весьма такой интересный оригинальный получается да еще там перекоп она немножко и улица это такая немножечко запутанная ну или это мы просто ходим непонятно как отсюда до нашего хостела идти быстрым шагом 7 минут вот так вот видите большая кухня в нашем хостеле видите холодильники шкафчики здесь можно поесть номер есть нельзя там душевая туалет там тоже душевая туалет это душа не работает ну и вот наш собственный номер мы привели более-менее себя в порядок я даже накрасилась оделись и сейчас будем выходить уже без пятнадцати шесть да пора бы а то знаете опаздывать не хочется правда и на улице особо торчить не охота но вариантов все равно нет да так что мы выдвигаемся увидимся с вами уже на улице мы уже дошли до улицы барклая двигаемся в сторону либо про группу гранд кураж я вам рассказывать наверное не буду есть целая статья в википедии кому интересно можете ознакомиться ссылку я оставлю единственное что могу сказать группа сегодня дает концерт честь своего 15-летия на этом концерте будут все кто когда-либо участвовал в этой группе во предыдущих вокалиста и клавишник так что будут даже целых три концерта вместо одного каждый вокалист играет достаточно большую программу я постараюсь для вас поснимать здесь у меня получится вот можете видеть кстати уже собрались поклонники группы в довольно таки большом количестве да видимо нам нужно было после столовой сразу идти сюда и занимать место потому что в первом ряду мы стоять уже не будем что конечно же крайне печально сцены самое прикольное место да ну ряду пятом такой постоим смотрите какая толпа в таком интересном странном я бы даже сказала страшном здании находится этот клуб смотрите какое огромное количество людей когда мы подходили перед нами людей было меньше откуда они все взялись непонятно и там за воротами еще столько же ну у сцены нам не стоять как это не печально пошли ну вот у сцены конечно же все места заняты ладно одеваться а 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 и а а КОНЕЦ 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 Ты знаешь, теперь все меня слишком поздно Ты знаешь, теперь новый год в небо и звездам Едем споем о тебе, достучавшись за небес Ты взлетишь на зло сутки для нас Кто-то, кто не слышит столь летли, что летит над землей Кто-то, кто к нему на земле Ты не смеялся в голову, как на душе Дальше с ним счастье Вошли и взлетят Но небо я жду С водом рассыпает Время и водной Солнце Промнил И в небесах Кто-то, кто-то Миллионы безликих душ Затрудили, если по-выду Так, кто-то, кто-то Миллионы безликих душ Промнил Ты не смеялся в голову, как на земле И здесь А с тобой Насколько 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 В �сах И в небесах И в небесах Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры создавал 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 DimaTorzok Верил все открытые двери Назад к земле и снова к небесам Здесь каждый по себе жизнь выбирается Спешим взрослеть, теряем счет года И в Акеане лет нам Аклантин и свет И детство не вернуть никогда Ты гордишь, что снег сомнений на пицце, пою вновь мечтал Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok Евгений Комаров Юрий Побырев Павел Сильвенин Михаил Бугаев Евгений Колчин И Михаил Житников Друзья, спасибо, что вы есть! Друзья, и Петр Елфимов! Спасибо! Субтитры создавал DimaTorzok Друзья, и Петр Елфимов! Друзья, и Петр Елфимов! Друзья, и Петр Елфимов! Друзья, и Петр Елфимов! Теперь, где побежь не видела Тебе плевать на это шоу И гриста цвета И песня стали rock and roll Ещё раз снега Кто круче всех на сцене зажигает Кто круче бременских поёт Кто пятнадцать лет сегодня отмечает Наш гранд-кураж, давай вперёд! Помните, да, в прошлый раз я не понял, что мне дают Но теперь я знаю Это торт! Я хотел показать, но не буду Не смогу, не могу, честно, не могу Я тогда, вот, спасибо Миша! С днем рождения! 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 Спасибо нашему замечательному, замечательному фан-клубу! С днем рождения! Видишь, что тебя ждёт, да? С днем рождения! С днем рождения! Всё, я пошёл! Теперь я точно пошёл! С днем рождения! С днем рождения! Классный был концерт! У меня даже руки трясутся! Вообще, просто эмоции! Эмоции моря, они просто переполняют Потому что увидеть на сцене Михаила Житнякова Это было просто великолепно! Он был первый! Вокалист золотого состава Grand Courage 2004 года И три альбома им записаны И все три я нежно люблю Ой, я даже не знаю, что сказать Я думаю, вы по моему голосу понимаете Все, кто здесь сейчас находится Все надеются на то, что группа выйдет И попотографируется Но, конечно, не факт Очень долго они играли Очень классно было Мы просто в восторге, да? Да, Дени? Всё! Мы наконец-то вышли из этого клуба Сейчас полдвенадцатого вечера Взяли мы такие автографы И у Михаила Житнякова И у Михаила Бугаева И у остальных членов группы Кроме Петра Елфимова Потому что он не вышел к зрителям Судя по всему, он себя сейчас плохо чувствует То ли аллергия у него, то ли просто горло болит Но все равно человек вышел и отработал Это, конечно, дорогого стоит У меня теперь есть автограф Михаила Житнякова И даже фотографии с ним Ой, ну я просто счастлива Да, на самом деле Понять меня сейчас может только такой же фанат Да, ну, конечно же, всё темно Вам уже ничего не видно Но мне так хочется поделиться своими эмоциями Вы себе просто не представляете Насколько это было круто Я абсолютно не жалею, что я сегодня приехала в Москву Я, когда узнала об этом концерте Я собиралась на него прийти Потом передумала Решила, что нет, не поеду Всё-таки впереди отпуск, деньги, дорога, билеты и бла-бла-бла Но потом я поняла, что я просто не смогу пропустить такое событие Я не смогу не побывать здесь И да, я не смогла Я приехала Я это увидела своими глазами Я счастлива Просто как пять слонов разом А ещё очень приятно, когда тебя узнают Например, основатель группы Grand Courage Михаил Бугаев Он нас с мужем уже узнаёт Да, он мне сказал Привет, хорошо, что приехала Честно говоря, у меня челюсть немножко так отвалилась Ну, правильно, мы столько концертов Grand Courage уже посетили И в Москве, и в Петербурге Просто обожаю эту группу Надеюсь, вас не раздражает, что я веду свой монолог на фоне чёрного экрана Ну, что поделать? Ещё раз повторюсь, поделиться хочется, а возможности такой нет Фу! Кажется, я выговорилась Да Очень я рада Да, очень я рада, что здесь побывала И такая я уставшая Вся никакущая, если честно Точнее, мы Да, мы возвращаемся в хостел Сейчас мы умоемся, поужинаем Потому что есть хочется ужасно Столько калорий сожгли, пока орали У меня даже голос сел, мне кажется Да, пока там прыгали Да, в общем, уже хотим есть Хотим пить Потому что сцены далеко Особо за водой-то не отойдёшь Место-то займут Да Вот, так что сейчас быстро-быстро До нашего хостела Поужинаем И спать Потому что завтра нам нужно уже из него выезжать Ну, а нас с вами завтра ждёт новый не менее насыщенный, чем сегодня день Да, так что спасибо вам за то, что вы посмотрели это видео Надеюсь, вам было интересно Всем пока! Пока!